Ну что, дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. Сегодня мы уже с вами говорили, в своем видео я говорила, что не такой день, начало Великой Отечественной войны, 22 июня. Я думаю, что, знаете, как говорят, можно посмотреть на ютубе некоторые, как это назвать, можно сказать, такие продвинутые люди, они предлагают молиться, молиться, например, за мир во всем мире. Ну, где-то я такую идею слышала, так, наверное, витала, витала в воздухе. Я думаю, сегодня как раз тот день, когда, представляете, если каждый? Я, в принципе, считаю, что каждому жителю России, каждому жителю России, хорошо бы вспомнить, какой сегодня день и послать, не знаю, там, сказать, помолиться, что-то хорошее, пожелать мир во всем мире. Как говорила мать Тереза на митинге против войны, она не пойдет, а вот за мир, по-моему, это ее слова. Так что вот. Не против войны, а за мир. А представляете, какое количество позитива, позитивных мыслей, если каждый, каждый россиянин, разнесет молитву на небеса, поднимет взор к небу и помолится за мир во всем мире. Ну, или хотя бы за нашу страну, кто как желает. Я считаю, на самом деле, такой, знаете, такой, знаете, какой-то такой посыл. Я подумала, думаю, ну да, вот такой посыл. В тот, так скажем, и далекий, знаете, далекий 1941 год. Вообще, на самом деле, некоторые, не знаю, назвать их, некоторые говорят, что можно изменить будущее. Нет, вернее, прошлое. Вернее, можно изменить прошлое. А я вот подумала, если послать такую молитву мира во всем мире, и мир, знаете, вот туда, далекое 22 июня 1941 года, может ли что-то такое вот в мире измениться на 22 июня 2021 года? Ну, это мне просто некоторые учителя, знаете, в этих книжках. Измените свое прошлое. Подумайте о своем прошлом по-другому. Вот. Это просто такие небольшие, небольшие мысли вслух. Вот. Ну, такие вот дела. Ветер, ветерок, знаете, радует в Петербурге. Сегодня такая жара. 33 градуса. 33 градуса в Петербурге. Тепла. Кто собирается в жаркие страны, в принципе, зачем жаркие страны, когда, знаете, такая погода. Белые ночи. Ветер, Петербург, White Nights, 33 градуса, вчера было 32, завтра тоже обещают хорошую погоду. Дождик прошел стороной, но ветер, ветерок радует, понимаете, ветерок радует. Ну, что, к книге Рэнди Гейджа или все-таки к молитвам? Вознесенных мастеров, к аффирмациям, к научной молитве Джозефа Мерфи. Ну, давайте к научной молитве Джозефа Мерфи. Я просто подумала, такой, знаете, хороший посыл, хороший посыл, подумать. Ну, знаете, как вот говорят, кто-то, может быть, вообще никогда не молился. Скажут, а как я буду молиться? Некоторые там вообще никогда не молились. Скажут, Татьяна Салмановна, ну, а там есть такие, которые вообще там атеисты, понимаете? Человек атеист, он вообще никогда не молился, он вообще не знает, как бы. У них есть такие, правда? Скажут, а что там, как-то молиться, в общем, молитва. Это как? Татьяна Салмановна объясняет. Я так считаю. Кто не знает, что такое молитва, ну, и вообще подумают, а молитва, это как-то долго, и вообще там, за что, за мир, во всем мире. Немножко вот так вот, будет лучше, да? Ох, этой дверью немножко тут. Или так нормально? Объясняю. Просто подумать. Подумать о мире, чтобы во всем мире был мир. Так что вот. Пометуя о том, что какая тяжелая была война вообще. 41-45. Просто подумать о мире. О мире во всем мире. Так что вот. Я считаю, что если каждый россиянин об этом подумает, ну, не каждый, каждый второй, каждый третий. А если все жители Земли подумают, чтобы был мир во всем мире, вы представляете, вот, какой мощный посыл позитива. Вот. Так, мне нужно здесь заснять, снять струны, пейзаж. Сейчас, секундочку. Чтобы такой пейзаж красивый был. Пейзаж. Кстати, Петроэлектросбыт мне сегодня прислал ответ. Я вам там, знаете, почитаю по поводу коммунальных платежей. Вот. Прислал мне ответ Петроэлектросбыт. Долго, долго они как-то собирались. Вот. Я у них спрашиваю, почему в мой счет-то за мою квартиру, а собственную квартиры. Вот такие немножко-таки я отвлечемся. Включены коммунальные. Как же это? На отключенные платежи даже больше, чем за электричество, за коммунальный ремонт. Вот. И они мне очень подробно основываясь, обосновывая свою позицию, почему это включен, вот как говорится, в счеты Петроэлектросбыта за электроэнергию. Вот. Они, в общем, обосновывают. Это обосновывают, ссылаясь на определенные документы. Так я вам на вскидку озвучить это не могу, но зачитайте, если кому интересно. Но, с другой стороны, кому интересно, то ты сам как бы изучит, наверное, в интернете, если информация доступна. Вот. Многое в интернете. Я даже не поняла. Как говорится, в счет Петроэлектросбыта за электроэнергию включены эти платежи на коммунальный, на общий ремонт общего, как говорится, как там общее хозяйство, как там домовое хозяйство. В общем, платежи на общий ремонт домов многоквартирных, вот, 16-этажных. Я так понимаю, мы с вами даже этот ремонт видели. Можете посмотреть мое видео. Вот. Замазывают. Они, наверное, вот, включили вот эти платежи и вот замазывают вот эти вот стыки. Стыки между, это же блочный дом. Вот, из блоков. Этот дом состоит из блоков. И блоки замазаны чем-то были 30 лет назад. И сейчас они промазывают еще раз по этому дому. Так что, вот, вот такие вот дела. А также можете на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салмана, через Дефис, Мактон Саньхудин, через Дефис, почитать информацию. Я опубликовала очень много, перепубликовала с моих, с моих каналов Ютуба, моих видео. И написала определенную информацию, как бы я, ну, не знаю, вообще, я сейчас озвучивать вам ее не хочу. Вы можете сразу, вы сами можете ознакомиться, прочитать. Так что, вот. Вот такие вот дела. Конечно, надо было там еще дописать, может быть, мою дату, как говорится, можно обозначить. 20.06.1972 года рождения, Татьяна Салмана, Мактон Саньхудин. Ну, что-то как-то, вот, я без даты рождения там написала. Ну, такая, просто, знаете, такая информация. Так что, ну, что, давайте к научной молитве Джозефа Мерфи. Благодать, здоровье, вдохновение, мудрое знание, дружба, любовь и всяческое изобилие. Ныне меня омывает Божья благодать. Сознатель, Создатель Неба и Земли печется обо мне, охраняет меня, направляет меня и вдохновляет. Это духовная сила, мое благословение и моя благодать. Бог поспешит мне на всех путях моих. Я знаю, что Царство Небесное внутри меня, а это означает вечный разум, безграничная мудрость, абсолютная гармония, вечная любовь, Все могущества, все свойства и атрибуты Бога живут в глубинах моего подсознания. Пусть любовь Бога отразится на моем лице. Ну, еще аффирмации. Давайте аффирмации. Любовь дарует мне успех. Я чудо вселенной. Я достояние мира. Я дар Божий. В моих глазах свет. В моем сознании изобилие. Моя жизнь праздник. Сердце мое любовь. Я привлекаю деньги. Я утверждаю счастье. Я умножаю любовь. Мое желание исполнено. Силой оно наполнено. Сила Богом дана. Благодарю тебя изобилие. Благодарю тебя сила. Благодарю тебя удача. Я все могу. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Моя радость получать. Моя радость отдавать. Бог с тобой. Бог со мной. Бог богат. И я богата. Успех настоящий. Успех грядущий. Успех неба надо мной. Успех ведет меня к успеху. Изобилие сила Божия. Изобилие сила космоса. Изобилие моя жизнь. Сон приносит мне познание. Сон дарует процветание. Ты луч Божий. Я в пространстве. Я в пространстве блаженства. Я в свете изобилие. Моя цель изобилие. Путь мой. Успех. Воля моя. Воля Божия. В моем сознании источник вдохновения, изобилие и гармонии. Я богата богатством Бога. Я богатством Богатства. Огонь фиолетовый в сердце пола, любовью божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучно тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пола, любовью божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучно тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце пола, любовью божественно ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучно тебе бесконечно. Я есмь, я есмь, я есмь, воскрешение и жизнь моих финансов. Так пусть появится в моих руках для использования сегодня. Я есмь, я есмь, свет. Повеление света, вознесенного мастера Сен-Жермена. Я есмь, свет. Ты, Иисус, во мне. Освободи мое сознание навеки. Фиолетовое пламя сияет всегда внутри моего разума. Господь, дающий мне пищу, наполняет мою голову фиолетовым пламенем, пока его небесное сияние не превратит мое сознание в чистый свет. Я есмь, свет. Ты, Иисус, во мне. Освободи мое сознание навеки. Фиолетовое пламя сияет всегда глубоко внутри моего разума. Господь, дающий мне пищу, наполняет мою голову фиолетовым пламенем, пока его небесное сияние не превратит мое сознание в чистый свет. Я есмь, свет. Ты, Иисус, во мне. Освободи мое сознание навеки. Фиолетовое пламя сияет всегда глубоко внутри моего разума. Господь, дающий мне пищу, наполняет мою голову фиолетовым пламенем, пока его небесное сияние не превратит мое сознание в чистый свет. А, как бы книжечку начали читать, книжку сегодня поговорили о книге «Тайна» Ронде Берн. Так что вот, о книге «Тайна» Ронде Берн. Ну что, 37 секретов вашего подсознания, раскрывая секреты благого состояния. Ронде Гейдж. Давайте посмотрим, что тут у Ронде Гейджа. Секреты. По названиям или кое-что прочитаем. Человек не может управлять законами мироздания. Так, человек не может управлять законами мироздания. Это первое. Второе. Бесплатный сыр только в мышеловке. Пресветающие люди не особенно религиозные. Интересно. Тоте она сломала, она заинтересовалась. Процветающие люди вовсе не обязательно чрезмерно религиозные, но они обладают большой духовностью, осознавая, что слепая приверженность религиозным учениям и догмам далека от понимания природной сущности человека. Существует некая изысканная простота, содержащаяся в самой идее процветания, от мечты до ее реального воплощения. Процветание по своей природе не есть явление исключительное. Оно доступно и осуществимо. Интересно. Интересно. Богатство не приходит к вам. Вы приходите к богатству. Это четвертое. Пятое. Вы строите свое процветание с помощью слов. Или выражаясь более точно с помощью тех слов, на котором вы выбираете и произносите. Меня не перестает изумлять тот факт, что люди с готовностью делают самые пессимистические утверждения. Сегодня мне позвонил приятель, чтобы сообщить, что он въехал на своем грузовике задним ходом в дерево. Каждый раз, как только дела у меня начинают налаживаться, всегда случается что-то такое, что изменяет все в худшую для меня сторону. Безусловно, так происходит, поскольку он программирует это убеждение в свое подсознание, которое, в свою очередь, дает команду совершить это на физическом уровне. Подумайте только, сколько раз, когда происходит что-то хорошее, человек при этом говорит нечто вроде «невозможно поверить, я никогда не выиграю». Затем случается неприятность, выронили блюдо, что-то пролили, кто-то подвел, и человек заявляет «я знал, что это должно было случиться, если бы он знал». Некоторые считают, что это удачный способ быть вежливым или быть ближе к людям, говоря о самих себе в уничижительной манере. Такие выражения, как «мне всегда не хватает одного дня» или «одного доллара». Возможно, привлекут к вам неудачников. Но они же оттолкнут удачу и станут самоисполняющимися пророчествами. Поэтому, если вы намерены запрограммировать свой успех с помощью слов, почему бы не делать позитивное утверждение? Как, например, следующее. «Я привлекаю деньги, как магнит». «Я привлекаю деньги, как магнит». Это номер 5. Книжечка из моей библиотеки. «Позитивное мышление. Смежные науки». Рэнди Гейдж. «Здоровье, любовь, счастье и деньги бесконечны». Так, хорошо. Давайте по этим прочитаем. Седьмое. «Законы процветания действуют по принципу заполнения пустоты пространства». Восьмое. «Мысли о деньгах преследуют чаще всего бедняка». «Мысли о деньгах преследуют чаще всего бедняка». Девятое. Это восьмой был номер. Девятое. «Можно просить Бога о том, что по вашему понятию вы хотите, но получите вы то, в чем действительно нуждаетесь». Интересно. «Мудрость – самый действенный инструмент для достижения процветания». «Одиннадцатое. «Благосостояние – это ваше прирожденное право и естественные условия существования». «Благополучие возникает из окружающей нас атмосферы». Тринадцатое. «Как только вы откроете для себя свое предназначение, успех отыщет вас». «Если вами владеет большая мечта, весь мир покоряется вашей воле». «Пятнадцатое. Ваше благополучие всегда будет о среднем по сравнению с благополучием пяти ваших ближайших друзей». «Шестнадцатое. Вера в возможность процветания способна извлечь его для вас из общей сокровищницы мироздания». «Так, семнадцатое. «Благополучие без денег не может существовать». «Благополучие без денег не может существовать». «Если вы преуспеваете, вы здоровы, счастливы и богаты». «Смотрите, как будто. Вот такая вот у него позиция. «Благополучие без денег не может существовать». «Если вы преуспеваете, вот вы преуспевающий человек. Если вы преуспевающий, вы здоровы, счастливы и богаты». «Так что вот». «Восемнадцатое. То, что зовется жизненным испытанием, формирует качества, характера, приводящие к жизненному успеху». «Девятнадцатое. Природа всегда получает свою долу». «Двадцатая. Мечта должна быть такой же высокой и значительной, как и вы». «Двадцать первое. Процветание оставляет вам ключ к своей разгарке». «Двадцать второе. Мечта ускоряет приход вашего благополучия». «Двадцать третье. Процветание не имеет ничего общего с такими понятиями, как благоприятные возможности, случайность или удача». «Двадцать четвертое». «Процветание – это не наличие изобилия вещей, это образ мыслей». «Процветание – это образ мыслей». «Двадцать пятое. Ваш вклад ума может способствовать либо достижению благосостояния, либо прозябанию в бедности». «Двадцать шестое». «Эгоизм – качество, необходимое для истинного процветания». «Двадцать седьмое. «Процветающие люди, не зацикленные на идее покупок по сниженным ценам». «Двадцать восьмое. Нет такого места на земле, где бы не было благоденствия». «Двадцать девятое». «Это тридцать семь секретов вашего процветания». «Я их просто читаю по списку, потому что здесь я полностью не читаю. Просто, знаете, вот я подумала, тут выборочно. Ну, в принципе, сейчас у нас уже вечер. У нас уже двадцать один час и двадцать восемь минут. Сейчас Тиана Салмановна будет себе такой готовить ужин. Такой ужин, как в Париже. Вот. Подварить себе макарошки с соевым мясом, с овощами, с капусткой, с картошечкой. С воды. Кушать с салатом, с майонезиком, с посолочным маслом, с красной икрой. Так что вот. Ну что, двадцать девятое. «Явления благополучия не имеют определенных критериев оценки». «Тридцатое». «Характер вашего отношения к деньгам определяет способы…» «Характер вашего отношения к деньгам определяет, способны ли вы привлекать деньги». Тридцать первое. «Не завершив выполнение предыдущего задания, нельзя переходить к следующему». Ну, пока читаем заголовки. Читаем пока заголовки. «Процветающий человек не такой, как большинство людей. Ваше благосостояние будет расти быстро, если быстро будете расти вы сами». Нет, по поводу вот этого здоровья и вот этого, что я прочитала, получается, он говорит о себе. Кстати, вот, дорогие друзья, вы с вами нашли тот, кто здоров, счастлив и богат. Это Рэнди Гейдж. Он же, я с вами сейчас прочитала, преуспевающий человек, только что написал, что он это пишет. Значит, он таким является. Я так делаю вывод? Точно сказать не могу. Просто, я даже не знаю, no comments. No comments, но у нас с вами уже, знаете, Наталья Правдина, и Джон Кеха, и Энтони Роббинс, и Джек Кэнфилд, и многие-многие другие. Так что вот. И Наталья Грейс. Ну и также Светлана Ермакова, которая живет 30 лет без плохого настроения и к 100 годам хочет стать иконой стиля. А сейчас ей где-то 68-69 лет. А вы знаете, почему она, я так думаю, почему она так сказала к 100 годам иконой стиля, хотя она сейчас уже там себя вот это вот наряжает красиво и как-то вот это. Знаете, просто она вот как-то дала себе, знаете, своему подсознанию вот такую вот команду, что вот к 100 годам иконой стиля. А это что значит? Это значит, что она к 100 годам будет, знаете, вот это вот красиво одетая икона стиля. Икона стиля это привлекательная, привлекательная, в общем, женщина очень достаточно оригинально одетая, а значит, вы поняли, да, к 100 годам. Тем самым она дала своему подсознанию такую установку, так что, в общем, знаете, разбег на 30 лет, чтобы она также, знаете, еще 30 лет без плохого настроения, она в хорошем самочувствии. А она что говорит, что они с мужем лечатся чем? У них своя, это там вы посмотрите, кому интересно, на ютубе. Вот, голоданием они лечатся, а у них с мужем ничего не болит, они все болезни лечат по своей там уникальной методике. Вот, она не только живет без плохого настроения, она еще себя так чувствует, что у нее ничего не болит. Нет, это я сама слышала на ее видео, она так и говорила. Ну, получается, что она как бы здорова, но она вот говорила, что, в общем, как-то вот так. Если что-то беспокоит их, они начинают голодание по своей методике, какие-то там еще, в общем, ну, вы послушайте, кому интересно, там у нее свои методики и так далее. Вы видели, я выкладывала там такая женщина, почти-то уже к 100 годам, в 95 или 90 с лишним, такая вся на этом, на яркости, на таких ярких нарядах, вся в блестках, в этих очках, и тоже такая икона стиля, понимаете, такая тетенька в 95, одетая, знаете, одетая, как Филипп Киркоров. Ну, да, я же вам выкладывала там ее фотографии, вот ее на интернете можно. И она в свои 95 так одета, и чем она? Она вот этой вот иконой стиля, одежды, потому что там пока рассмотришь ее одежду, во что она одета, там эти очки, какие-то такие вот наряды, все, яркость, яркость совершенно, вот, ну, говорю, как вот Филипп Киркоров, даже, даже больше. Вот. И вокруг у нее, подушечки, все там, в общем, яркость, она любит яркость, шик яркости, вообще, знаете, такой испанско, такой, в общем, такой испанско-молодежный, можно сказать, стиль, для ее возраста, 95 лет, ну, очень такая, очень интересно посмотреть, да. Так, конечно, если вы ее увидите на улице, здесь, как говорится, даже если не хочешь, посмотришь. Так что, вот. Ну что, что там 37-е? 37-е. Никогда, никогда вы еще не были так близки к исполнению своей мечты, как в этот самый момент. Так что, вот. Ну что, Наталья Правдина, большая книга женского счастья, узнай, стань, получи. Получи. Ну, немножко так это полистаю, просто хотела, знаете, сделать такой коммент, слушаю лекцию Татьяны Черниговской, которая, в общем, рассуждает по поводу мозга и вообще, как вообще на самом деле, насколько он, в принципе, недостаточно, в общем, достаточно мало изучен. Я скажу мое мнение, мое мнение в позитиве по этому поводу. Здесь как раз вот Наталья Правдина очень хорошо пишет о любви, понимаете, о любви к миру, о любви к себе. И, конечно, во-первых, это о любви к себе, о любви. И мое субъективное мнение, тот человек, который любит себя, который наполнен любовью, вот, наполнен любовью. Как же сказать, у него здоровый мозг. Я бы сказала так. Ну, это мое такое, мое такое мнение. Потому что те оппозит состояния, это как раз оппозит вот этой любви. Это большой недостаток любви. Я хотела там что-то там такое, а потом думаю, надо с позиции позитива об этом сказать. Ну, Витяна Салмана ни с кем не спорит. Берется ли она утверждать? Ну, в принципе, знаете, тут с кем беседовать на эту тему. Вот она, ода любви. Бросаемся в океан любви. А, еще Татьяна Салмана, знаете, что я хотела бы еще сказать? Еще знаете, что она сказала? Что она с таким вот, ну, в принципе, да, по обычной жизни, да. Она с таким вот такой горечью, она сказала, что вот это невозможно. Вот исследования идут, исследования, понимаете, исследуют мозг. Но вот узнать, что другой человек, а там какие-то там, что ощущают или как происходит вот этот вот процесс мозговой вот этот вот у животных, у птиц, у людей. Что происходит в мозгу другого человека, это невозможно. Она говорила про эти то, что датчики, электроды можно, ну, как там, вот это вот прикрепить, и вот это будет какие-то там вот эти вот, какие-то исследования на каком-то таком вот, понимаете, на каком-то таком уровне, в общем, знаете, как там вот это вот, что-то там такое. Я не специалист, я не знаю. Ну, что конкретно там происходит в мозгу, это не сказать никто не может, невозможно. А у меня к ней встречный вопрос. А хотела бы, либо она на себе вот это испытать, что испытывают те люди. Так что, так интересно, правда? Если мы говорим о позитивных состояниях, вот это позитивных состояниях, знаете, конечно, если мы говорим о позитивных состояниях, знаете, такие, знаете, там, лес рук, ну, да, да, мы хотим, вот это вот. А вы представьте, если речь идет о оппозите, да, об этих состояниях, хотела бы она это испытать на себе. но это так и на вскидку я просто слушаю ее лекции она с такой горечью кто бы это хотел этим занять конечно состояние понимаете здоровье и счастье любви что-то шикарного понимаете вот это вот это да а пози как у тех знаете я не хочу о негативе но вы меня понимаете на что так что вот я хотела бы еще конечно чуть-чуть добавить если это не изучено это вообще невозможно как бы нереально знаете как вот это прописывать просто задумайтесь вообще на самом деле кто будет там специалистами как-то может быть задумайтесь выписывать какие-то вот эти вот что там такое то что например там как это лечит и вот такой вот этот список вот такой список побочных действий такой список побочных действий просто татьяна сломана хочет опозитиве опозитиве так что вот это так немножко на вскидочку в общем как-то упражнение для расширения состояния любви татьяна сломана 90 псалом татьяна сломана может 90 псалом прочитать за мир во всем мире татьяна сломана 90 псалом знает жёдов мэрфи пишет что все войны которые ушли на войну на великолазечество с 90 псалом с 90 псалом они все вернулись живыми так что вот за мир во всем мире живущий под кровом всевышнего подсинью всемогучий упокоится говорит господу прибежище мою защиту мою бог мой на которого я уповаю он избавит себя от сети ловца от гибельной язвы перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен считай ограждение истинно его не убоишься ужасов значит стрелы летящий днем язвы ходящий во мраке зараза опустошающих полдей падут подли тебя тысячи и десять тысячи деснуя тебя но к тебе не приблизится только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым ибо ты сказал господь упование мое всевышнего избрал ты прибежищем твоим не приключится тебе злой язва не приблизится к жилищу твоему ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять себя на всех путях твоих на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногою твоею на спида и василиска наступишь попирать будешь живая дракона а за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал и на мою воззовет ко мне и услышу его с ним я в скорби избавлю его и прославлю его долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое и салют так что 21 час 43 минут ратьяна салмана может вам еще почитать еще раз еще раз двенадцатый псалом до сорока пяти минут так что вот живущий под кровом всевышнего потяне всемогущий упокоится говорит господу прибежище мою защиту мою бог мой на которого я уповаю он избавит себя от сица лапца от гибельной язвы перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь в безопасе на счета ограждения истина его не убоишься ужасов начистрировали тящий днем язвы ходящий во мраке зараза подушающих полдень падут подли тебя тысячи десять тысячи но тебя но к тебе не приблизится только смотреть будешь очами твоими и видеть возьми день чистил ибо ты сказал господь упование мое всевышнего избрал ты прибежищем твое не приключится тебе злой язва не приблизится к жилищу твоему ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих на руках понесут тебя да не путнешься камень ногою твоею на аспиды василиска наступишь попирать берешь льва и дракона за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя мое вызовет ко мне и услышу его с ним я скорби избавлю его и прославлю его долготую в ней нас ищу его и явлю ему спасение мое а вы не смотрите очевидное невероятное там вот я иногда вот смотрела там по телевизору показывали знаете такую американскую базу такую найти с этими с этими ракетами и так далее и вы знаете у них вот говорили что когда они там что-то там какие-то испытания еще что-то зависает у них нло знаете на такие вот это вот секретные базы это по телевизору смотрел он просто пересказывал сюжет я не знаю может это кто-то придумал такая американская военная база этими крылатыми ракетами где кнопки там нажимают вот какие-то испытания там еще что-то там мужчина говорил вот когда они что-то такое там у них какие-то неопознанные летающие объекты но самое интересное когда этот объект появляется то у них а часть аппаратуры выходит из строя так что вот это татьяна сломанова вам пересказывает фильм я может вам загружу такой документальный фильм так что вот такие вот дела творческая студия позитивного мышления силы позитивной мысли татьяна сломаны мактум сайфудина моя молитва за мир во всем мире чтоб не было войны так что вот пометуя о тяжелых годах так что вот сорок первого сорок пятого года вспоминаю мою бабушку щеглову антонина мартьяновну которая работала в блокадном ленинграде и прошла всю блокаду вместе с моей мамой макаровой тамара петровна